так вот про полтор про портал говорили третий автомобиль не знаю за пару дней уже так ребят за сегодняшний день дубль 2 беглошка в портал у нас тоже провалилась но она выскочила ему сама то есть вызвали гаи вызвали друзья забираем очередной автомобиль и как вы видите мы находимся с вами не на авторынке зеленый угол но автомобиль у нас беспробежно помимо рынка есть ну назовем это мелкие продавцы до которых там по 5 там по 7 по 10 автомобилей у некоторых там по одному по 2 в общем торгуют они вне рынка как видите это toyota corolla филдер комплектация жестная белый цвет белый цвет он без литья на обычных на штамповках резина дала плетняя хорошее состояние размер резины 175 65 на 15 вот посмотрите состояние резины повторители туманок нету ну как бы это не проблема не говорите то что он там утопленник топляк то что там а вот это вот зеленый автомобиль просто просто стоял вот значит что хотелось бы сказать стоимость автомобиля стоило семьсот пятьдесят пять тысяч он у нас по 14 года до четырнадцатый год мотор 1 нз 109 лошадиных сил задняя дверь пластмассовая здесь идет шторка швы заводские точно сварка заводская чистенький салончик сидушки у нас ну отсюда не откидывай откидывается просто здесь шторочка прикреплена сейчас автомобиль идет с запаской запаска идет новое швы на зике заводские поча стоило 700 камера заднего вида установлена стоил семьсот пятьдесят пять тысяч отдали его за 740 тысяч ребят внимание пробег на автомобиле смешной подлокотник чистить чистейший ухожен салон пробег на автомобиле 29 тысяч это настоящий реальный пробег на данном автомобиле он не битый он аукционный установлен не вариатор не автомат установлена ручная коробка передач механика очень мало таких автомобиля на механике тоже подкапотное пространство посмотрите в каком она состоянии намека на ржавчину даже нету сзади балка у нас так как автомобиль переднеприводный глушитель блестит вот как и японцы ездят да смотрите у них нету резиновых ковриков ну нету а в салоне чистота глонасс установлен аукционный лист на автомобиль 4 балла пробег 29000 вот она левой дверки была небольшая вмятинка левая дверь крашена подписчику все рассказано автомобиль едет в город красноярск верхний бардачок есть климат-контроль эти коробочка отключения антибукса розетка 12 вольт здесь у нас бардачок пишите в комментариях как вы относитесь коробки да это экономия это огромная экономия просто вот как-то люди у нас отвыкли ездить на коробочке если честно здесь у нас идет корректор фар регулировка зеркал вот здесь монетница такая небольшая ключ у автомобиля идет один электростеклоподъемники регулировка зеркал заводим то есть что такое коробка да может я не знаю многие там не знают 1 2 3 4 5 5 скоростей то есть 5 ступка посередине у нас находится нинтралочка чтобы завести автомобиль мы на нинтралочка либо допустим если мы стоим на первой скорости нужно обязательно выжать сцепление только после этого заводится автомобиль ручник убираем тойотовская магнитола климат-контроль климат-контроль сейчас мы кондиционер включим как-то вот душно у нас вроде вот видите и солнце да там такого нету но блин прям духота духота на улице по месту по месту но не филдерах особо что не нравится как тот потолок до низкий тем более я люблю ездить я люблю водительское кресло поднимать поднимать наверх и получается я вот как бы вот сейчас максимального подниму мне так просто вот удобно ездить да и получается все я буду блин вот уже видите головой до головой бьюсь а солнцезащитный козырек здесь зеркало в стойке airbag здесь airbag здесь airbag и здесь у нас идет airbag подсветки нету ручки подсветка подголовник и ну бардачок вот этот я уже вам показывал так кондиционер нужно включить кондиционер включили окна закрыли обязательно нужно пристегнуть ремень безопасности кстати вот здесь идет два удобных подстаканника и небольшая ниша вот какие-то замены делались кастрол магнаты профессионал залито залито масло ладно чтоб начать движение на механике нужно включить нужно выжать сцепление включить первую передачу плавно отпускаем сцепление сцепление немного даем газа и автомобиль у нас поехал как бы динамика но на коробочке она существенно отличается естественно скорость а у нас переключается первая вторая третья и так далее вот в целях экономии там топлива где-то с горочки можно просто включить нейтрал очковые и автомобиль будет катиться по подвеске автомобилем просто идеальный нету ни малейшего намека вообще ни на что что что-то в автомобиле где-то стучит что-то дребезжит обзор насть великолепная в автомобиле полностью не полностью да я скажу так в автомобиле работает все что в автомобиле должно работать арбузы видеть у нас продают много ушек ездит народ учится ездить вот в этом месте видимо какие-то там экзамена сдают не знаю вот видите вот у у приус гибрид демио не понять что стоит еще один приус ездит учеба да сейчас проходит на леворуких автомобилях так что-то как-то холодно надо чуть убавить далее что касается коробки передач что касается коробки передач ну невозможно да вот вы едете то есть трогаться нужно с первой скорости максимум где-то в этом уйдете накатом со второй с 3 4 скорости трогаться нельзя на автомобиле опять у нас время такое да сейчас скажу сколько время у нас время у нас 12 часов начинается пробки поэтому придется немного постоять мультируль на автомобиле климат-контроль как я говорил уже все включил все у нас работает 5 1 едем дальше поворотники все как все как положено место у нас вот это вот такое знаете когда идет дождь вот здесь заливается вода ну короче говоря в этом месте автомобиля нереально у нас просто просто плавают дорогу сделали что давненькой тут не ездил по этой дороге асфальт положили едем на авторынок на авторынок транспортная компания находится в районе авторынка зеленый угол вот сейчас еще один автомобиль будем смотрите как дорогу на сделали вот кстати у нас по всему городу по всему городу меняют бордюры то есть видимо кто-то купил себе бордюрный завод вот реально и ну понятно это хорошо то что вы меняет просто есть такие места так ладно дядька проезжай пропустим у тебя есть такие места да где бордюру он да я не знаю можно сказать против нет сейчас проедет получается нам дорогу перегородит и все есть такие места где бордюр он реально он новый а его берут блин и все равно меняют почему-то говорю по-любому кто-то купил себе бордюрный завод в городе владивостоке вот и заберем заберем ниссан кстати что хотел сказать о дорогах вот ребят сегодня у нас какое начало октября уже до 1 1 числа октября много где блин поснимали асфальт поснимали и просто вот как-то все это дело покидали то есть не знаю успеют не успеют до зимы это сделал ладно сейчас на улице тепло если там две недели снег пойдет что мы будем ездить по такой дороге вот как-то вот видите кусками где-то сняли что-то вот положили не понять чего про бокс едет опять одни японские автомобили марк ролла филдер вот какая-то kia поехала nissan и мячики x-trail и еще одна аксио едет тяга да вот замечательная на коробочке то есть 2 63 и поехали ладно едем так у нас тут какая-то авария авария fit прикурил аксио либо наоборот перекресток тоже такой так дядьки дайте проехать проедем проедем вот видите вместо знака у нас до владивостоке стулья ставят на дороге вместо аварийного знака знак аварийного нету но стол для пикника должен быть у каждого в автомобиле лайфхак такой нет аварийного знака поставь стул вот заправочку проезжая бензин 95 44 92 43 рубля вот автобусы у нас знаете вот эти вот появились я даже не знаю что это там газ вас как они там называется но я так понимаю это русская сборка я что-то даже вот затрудняюсь наверно ответить что это что это за марка автомобиля не автомобиля автобуса спидометр у нас как на всех автомобилях на 180 то есть стрелка бензобака тахометр до 8 тыс и смотрите ребята в автомобиле все четыре электростеклоподъемника они автоматически то есть один раз нажали стекло у нас открылась полностью второй раз нажали наверх то есть есть автомобили где только передние до двери автоматически электростеклоподъемники но есть как на данном автомобиле все четыре допустим заднее стекло нажали все видя она открылась опять нажали она она закрылась подъезжаем к авторынку зеленый угол там на рынке у нас портал дорогу как бы немного на рынке подделали да не всю и конечно сделали но основные такие большие мы заделали от портал который на самом на въезде на рынок его не забить и вот видите вот ну много вот такого по всему городу едешь 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 что-то вот сняли какой-то отрезок короче говоря остались ямы и портал вот этот не заделали получается позавчера туда машина провалилась по моему subaric impreza провалился вчера вроде саксид что ли туда провалился не помню я вот и ну сначала не поняли думали чон стоит допустим имбрэза то есть то ли вытянуть некому то ли еще чего-то а человек молодец то есть он вызвал гаи он все оформил сейчас я так понимаю через суд будет выбивать деньги с города да ну то что дорога в таком плачевном состоянии там знаете ну не знака ничего такого нет это вот я так понимаю продавцы уже до кто на рынке работает просто стулья какие-то ставят там что-то пытается палки какие-то совы вот 98 45 95 43 вот как раз сейчас мы заезжаем на рынок заезжаем на рынок сейчас посмотрим на этот портал так дяди как-то вы тут по на вставали так непонятно один наш портал а вон смотрите вот сейчас так нету там никого у нас сбоку вот колеса вот сюда сейчас поставляли да он там реально там портал еще он огромный и вот здесь кто смотрит до следи за нашими выпусками вот здесь я мы были прямо огромные ямки подделали не все конечно но стало стало намного лучше так опять нужно кондиционер включить мелкие остались а вот здесь вот в этом месте видите кусок за асфальтировали ездить вообще было просто невозможно но и опять же недавно снимали вам видео до этих стоянок не дошли тоже видите ряды сидеют автомобили мало автомобили покупаются каждый день есть завозы есть увозы вас рынок на месте не стоит рынок работает покупают довольно много автомобилей вот видите honda shuttle загоняется на авторынок открылась столовая вьетнамская кухня раз два три четыре четыре места где можно пообедать покушать на вторенька да по моему четыре вот вот здесь вдоль дороге автомобили стоят продаются так дядя дай проехать что стал еще раз хочу добавить дату что автомобиля пробег 29000 он ведет себе идеальная управляемость идеальная по подвеске идеал то есть купив такой автомобиль да ну крашеная то дверь украшена там не шпаклевки ничего нету человек будет доволен человек будет рад он я не знаю сколько лет вперед там он будет просто ездить просто менять масла фильтра ну кинт расходники там по нашим дорогам уж там ли и не убьются у него передние все то есть человек проблем знать с автомобилем не будет абсолютно никаких вот дальше конечно с дорога не добрались тут все как было так оно и осталось у нас он автовоза стоят уже полную понимаю нет вот сейчас посмотрим слева полный справа грузится по моему сейчас поближе подъем посмотрим так осторожненько ничего не зацепить 21 градус на улице да смотрите вот этот грузится он двухъярусный по левой стороне а мы по правой стороне то есть верхний ярус загрузился сейчас это дело будет подниматься будут грузиться нижний ярус то есть вот так все грузится аксела тоже на погрузочку подъехала подъезжаем к стоянке все вот не можем добраться до этих автомобилей вот как-то не получается у нас вот справа там конструктора стоят слева стоянка полная конструкторов то есть вот деле когда из кулики по джерики хайсы такие автомобили уже под полным пошлина не привезешь вот гая стоит краун сафарик еще один краун еще два хайса краун то есть только либо распила либо конструктора ну как правило уже распил не таскают таскает конструктора то есть вон наша транспортная компания раз два три четыре четыре автовоза стоит не наша транспортная компания компания текст на через которую мы отправляем автомобили то есть автовозы должен подошли вот отсюда вижу грузится по моему по моему вчера еще не было не имею ввиду автовозов не было раз подгрузка уже пришла с подъем поближе конечно посмотрим да смотрите грузится то есть ну вот это конструктора стоят колдина витцы спайки филдера наверху в общем процесс идет так давайте наверно начнем с внешнего вида с внешнего вида еще раз предупреждаю то что камеру забыли снимаем на телефон значит ниссан ноут автомобиль 2015 года можно сказать в максимальной комплектации установлены сонары установлен датчик предстолкновения вот он датчик предстолкновения сонары работают в совокупности установлены туманки на автомобиль темно-серый цвет повторители поворотников в зеркалах заднего вида четыре камеры раз камера в ухе камера спереди камера вы соответственно сзади камера родное ниссановское стекло пробег 22000 многие будут говорить битье топляк и так далее да как бы машина она не идеально но скажем так терпимо идет подкрас переднего левого крыла и подкрас заднего правого крыла дик с 98 лошадиных сил есть двигателя 279 лошадиных сил сзади как видите тоже установлены сонары значит при движении назад задним ходом так же как при движении вперед сонары плюс камеры видят препятствия автомобиль останавливается автоматически автомобиль без литья на летней резине на хорошей летней резине размеры резины 185 70 на 14 подписчик наш попросил докупить зимнюю резину сейчас этим будем заниматься давайте немного салон посмотрим бесключевой доступ автомобиль камера заднего вида подогрев заднего стекла багажное отделение обратите внимание в каком оно состоянии то есть если есть какие-то мелкие царапины вообще мельчайшие автомобиль у нас идет с запаской танград баллонник все на месте стоимость данного автомобиля 540 тысяч чистейший ухоженный салон здесь у нас идет подстаканник колонка заводская тонировка с завода задние сиденья у нас складываются конечно ровного пола не получается но тем не менее багажное отделение оно увеличивается давайте второй сложим второе сиденье складывается все очень просто раз поставили на место здесь у нас ручки подсветка диодная кстати для задних пассажиров вот этот бардачок пенал да сейчас я дверь закрою заднюю бардачок вот этот пенал который расположен между передними крестами ну по большей части он идет знаете как для задних пассажиров для передних пассажиров сюда что-то положить неудобно будет тянуться прикуриватель место в автомобиле не знаю заснимет меня камера не заснимет но поверьте поверьте очень много места в автомобиле вот так выглядит передняя часть автомобиля переместимся с вами вперед отключение антипробуксовочной системы корректор фар отключение датчика движения по полосам отключение датчика при столкновении отключение системы ай-стоп ну вот это управление менюшкой здесь у нас идет естественно это 4 стеклоподъемника блокиратор и открыть-закрыть с автомобилем идет пульт на магнитолу автомобиль на климат-контроле есть автомобили просто на крутилочках есть на климат-контроле допустим данный вариант режим эко включили выключили видите да вот здесь загорается мультимедиа система здесь по две дуечки но естественно и по бокам тоже у нас идут дуйки аэрбэк на водителя аэрбэк на пассажира мультируль работает далее фишка да камера то есть понятно то что камеры они включаются при допустим включение задней передачи камеры выводятся как на магнитолу также выводятся и на зеркало заднего вида да вот здесь более более внятно удобно камера заднего вида она идет с траекторией движения то есть ну давайте попробуем я не знаю если мы сейчас к траве подъедем интересно увидит датчик да смотрите получается вот мы подъехали к траве передний правый датчик сонар он нам с вами показывает видите именно с правой стороны сейчас отъезжаем все сонар перестал реагировать удобная штука на самом деле давайте покажу вам по толщиномеру по замерам то что это действительно не битье так сейчас и капот откроем покажу и сделаем замеры толщиномера значит как я уже говорил как я уже говорил посмотрите вот идет родной слой краски на автомобиле вот здесь крылышко но слегка подкрашен 83 102 197 500 100 67 то есть вот здесь да была какая-то маленькая небольшая царапинка может вмятинка что-то такое глобала никакого нет это крыло не пилилась не вырезалась напоминаю пробег у автомобиля 22000 и давайте посмотрим переднее левое крыло вот 111 на крыле чуть побольше чем на заднем крыле все многие комментаторы ребята вы вот прежде чем писать да то что это там битье какое-то приедьте посмотрите машину где это битье то есть просто покраска переднего левого крыла подкраска заднего правого крыла все дверь идет уже целая порог идет целый подкапотное пространство подкапотное пространство так сейчас вставим подкапотное пространство в автомобиле все целое то есть допустим если было бы что-то серьезное да с крылом там крыло снимали бы замяла бы часть кузова панели вот этого кузова здесь это было бы видно здесь швы идут все заводские заводские планшероны целые планки верхние целые с этой стороны все то же самое друзья все идет цело и посмотрите да как подкапотное пространство ну реально блестит все двигатель работает идеально с пробегом 22000 не знаю зачем машина такая маленькая да аккумулятор стоит такой большой смотрите вот они болты на крыле они даже не сорваны ладно закрываем также автомобиль проверен сканером по электронным системам в автомобиле вопросов нету напоминая автомобиль 2015 года стоимостью 540 тысяч рублей еще раз внешний вид вам показываю а смотрите туман ничего не видно ну еще раз сейчас поедем посмотрим как ведут себя сонары в принципе что на них смотреть так машину пропустим а еще вам не сказал то есть понятно то что показывал включаем орку включаем орку у нас выводятся камеры на магнитофон и на стекло когда мы подъезжаем к какому-то препятствию да как уже подъезжали вот смотрите подъезжая к кусту раз о смотрите ну не знаю вам наверное видно не будет но у меня сейчас педалька она просто сама провалилась то есть я подъезжаю да нет пустым упираемся ну кусты как вам сказать они такие седые да я мы если честно проверяли уже работу вот этих дачков то есть ставили картон куда перед машиной и машина она реально сама останавливается вообще что я хотел сказать стоим мы на парковке да допустим нажимаем на кнопочку и у нас камеры они выводятся на зеркало так ну все машину привезли машина оформили то есть когда машина оформляется заполняется естественно договор договор на перевозку указывается сумма сумма на перевозку автомобиля дефектовочная ведомость где все вложения все косяки да там царапины вмятины там и все что то которое есть на автомобиле все это указывается вот ну давайте немного посмотрим да то есть что уезжает из приморья в центральную часть россии приус двадцатка полтора литра не распил конструктор без птс honda fit shuttle гибрид гибрид honda это free 3 spike это honda freed honda freed nissan sirena nissan sirena toyota witz еще один виц так ну вот это конструктор вот это конструктор вот получается то у нас шаттл отъезжает еще один фрид nbox аукцион три с половиной статистика родной пробег девяносто шесть тысяч стоимость только только не указали стоимость на mitsubishi outlander электричка ровчик ну ровчика я так понимаю тоже конструктор вон prius альфа стоит вот стоит делика d5 видите очень много автомобилей стима freed freed говорил предговорил вот он олив форик это конструктор конструктор это распил я так понимаю вот многим не знаю будет не будет интересно смотрите распил да в несобранном состоянии вот он идет шов то есть он вот здесь планочка крепится ну соответственно шов идет внизу на пороге также также получается и по низу тоже у нас идет шов на автомобиле volkswagen идет правый руль правый руль низкопрофильная резина какие-то модные диски тоже у нас идет он распил форик распил марк 90 ну вот это вообще это легендарные автомобили осталось ой как мало живых осталось тоже вот распил да ну что это такое тоже не знаю придумали пилить машину бы русский народ идет там на всевозможные хитрости да лишь бы завести лишь бы купить автомобиль почему почему нельзя завозить не понимая машина аукцион этаж на аукцион номер лота 93 51 то есть здесь у вас шов будет по низу шов конечно страшно таком автомобиле ездить не дай бог что не дай бог что все то есть жесткость кузова уже не там мерседес даже что это правый руль до правый руль тоже распил распилили беднягу тем не менее покупают их не знаю для чего может кто-то вам просто на запчасти может кто-то все-таки собирает и ездит на таких автомобилях лиф 0 лифон полнопошлиного непиленный форик turbo кросс порт еще один лиф еще один форик трубовой ладно на сегодня все вот такое вот небольшое видео сегодня у нас получилось всем пока